Вы смотрите программу «Русские булки». Напоминаю, что сегодня мы разыгрываем бесплатную поездку в колыбель русской цивилизации в древний город Аркаим. Условия просты. Сегодня на протяжении всего телемарафона я буду задавать вопросы. Вам нужно правильно ответить на все вопросы и отправить ответы на наш сайт. Записывайте www.prokopenko.tv Правильных ответов наверняка будет много, но единственного победителя, который получит право поехать вместе с нашей съемочной группой в экспедицию в Аркаим, определит компьютер только ему понятным способом случайной выборки. Вопросы трудные, но абсолютно все ответы на них прозвучат сегодня в нашем эфире. Итак, слушайте вопросы, внимательно смотрите эфир. Ответы принимаем до полуночи по московскому времени, а итоги конкурса мы объявим ровно через неделю в программе «Военная тайна». Самый подкованный в русской истории, самый внимательный и удачливый зритель поедет с нами в Аркаим, а первые пять человек, приславших правильные ответы, получат в подарок наши книги с авторскими пожеланиями и автографами. Далее в нашей программе вы увидите... Козлы и капуста. Почему в погоне за прибылью производители современных продуктов конструируют пищевых монстров? Лучше вырастить курицу шестью куриными лапками или бедрами, чем одну долго кормить нормальным зерном. Потому что ты жирная. Как в погоне за идеальной фигурой можно потерять идеального мужчину? Люди часто не хотят даже слушать, что их смертельные болезни и аллергии связаны с модными диетами, которые никакого отношения к здоровью не имеют. Нас не обманешь! Почему западные умники делают из русских младших братьев по разуму, если даже египетский фараон Тутанхамон и тот оказался родом с нашего Урала? Этот человек был абсолютно белокожим, с славянскими чертами лица. Генно-модифицированный продукт – страшный сон современного покупателя, перед которым во всей своей шекспировской красе сегодня стоит только один вопрос – брать или не брать? Что это за фрукт такой? И можно ли его кушать без ущерба для здоровья и будущего потомства? Надо сказать, что вокруг ГМО не только на наших с вами кухнях, но и в научном мире идет нешуточная борьба. Причем одни ученые утверждают, что будущее человечества в опасности на том простом основании, что возможность вредных мутаций почти не изучена. А значит, черт его знает, что там нас ждет в будущем. Другие ученые, напротив, считают такие страхи антинаучными и тормозящими прогресс. А кто против прогресса, тот, естественно, темный. Правда, как показывает практика, в этом научном споре не без лукавства. Дело в том, что пищевые корпорации строго следят за научными изысканиями, которые идут вразрез с их интересами. И таких ученых, как правило, перекупают щедрыми грантами. Либо, если те проявляют строптивость, объявляют лжеучеными. И все-таки есть отважные смельчаки, которые готовы отстаивать свои научные взгляды вопреки прогрессу и продолжают нежелательные исследования на свой страх и риск. Так вот, шокирующую гипотезу выдвинули недавно ученые противники генно-модифицированных продуктов, когда в лабораторных условиях проследили за тем, что происходит с подопытными животными, если их кормить только трансгенной едой. Шок и скандал. В течение нескольких лет камбоджийский фермер кормил весь мир свиньями-мутантами. Мутированное мясо попробовали сотни людей. И что, если и мы с вами откушали чудовище? Поступает в продажу вот это мутированное мясо, мутированная рыба, где внедрены гены дрозофил, мушек, которые размножаются с фантастической быстротой, для того, чтобы усилить рост. Вот посмотрите, в октябре 2017 года в сеть попали вот эти пугающие кадры. На них запечатлены свиньи-мутанты с двойными мускулами. Жуткое в том, что хозяин, чудовищ-фермер, продавал не только мясо, но и семя этих химер. А это означает, что популяция мутантов могла распространиться по всему земному шару. Зоозащитники в ужасе. А те, кто уже успел полакомиться мутагенной свининой, не могут отойти от шока. Ведь этот свиной бодибилдер хранит в себе ДНК крысы, змеи и гены кишечной палочки. Но и это не всё. Посмотрите, вот эти быки-качки будто всю жизнь просидели на стероидах и анаболиках. Но как бы не так. Вы удивитесь, но эти существа такими рождаются. Только представьте, эти монстры с трудом передвигаются и практически лишены естественной функции размножения. Во многих хозяйствах Европы телят извлекают методом кесарево сечения, а по-другому никак. И самое невероятное. После убоя это мясо всё ещё растёт, как на дрожжах, и за несколько часов набирает до 8 килограммов веса. Но и это ещё не самое жуткое. Многие европейцы и американцы даже не подозревают, что в течение нескольких лет употребляют в пищу клонированных животных. Об этом не так давно заявил известный американский журналист, исследователь Алекс Джонс. Да и сами власти этого не скрывают. Просто предпочитают не говорить вслух. Оказывается, специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов в США даже не считают нужным указывать на упаковке, что внутри мясо клонированного животного. Вот послушайте, что говорит на этот счёт депутат Европарламента Струан Стивенсон. Только что было подписано новое регулирование пищевых продуктов Европейским парламентом. Новые запреты, которые не коснулись клонированных животных, входящих в пищевую цепь, и их потомство. Это всё не охвачено этим запретом. Ведь исследования учёных говорят о том, что это совершенно безопасно. Перекаченные свиньи, бельгийские мускулистые коровы. Кто следующий? А следующими будут химеры с человеческими генами наполовину свиньи, наполовину люди. Жирные, мясные, идеально гладкие и чистые. Практически сразу готовые для жарки. Думаете, фантастика? И ошибаетесь. Вы не поверите, но 9, целых 9 лет назад учёные официально получили разрешение на создание химер. В своих лабораториях они выводят новый вид существ – животного с человеческими генами. Страшно представить, каких мутантов они произвели на свет за это время. Американцы обладают самым большим количеством вот этих генетически-модификационных продуктов. Я сам был свидетелем этих ферм искусственных. Меня они шокировали, конечно. Это было давно. Но это было, это есть, и это развивается. Они сначала смеялись, показывали, как аттракционы, а потом незаметно эти аттракционы вдруг появились на прилавках магазинов. И замерите. И самое жуткое в том, что многие специалисты убеждены, учёные выращивают этих мутантов для нас с вами, чтобы накормить ими весь мир. Они пытаются создать жизнеспособных особей, которые сумеют выжить в любых условиях. Не погибнут от засухи, голода, неурожая. А чтобы мясо химер лучше усваивалось, животным внедряют человеческие гены. Создать такой продукт, который был бы, в общем, идеальным поставщиком питательных веществ в человеческий организм. И здесь, конечно, всякие-всякие способы хороши. Можно, допустим, эмбрион человека взять на уровне 8 бластомеров, соединить его с эмбрионом свиньи. Подсаживается всё это в матку суррогатной свиноматки. И фактически свиноматка выращивает эмбрион свиночеловека. Звучит невероятно, но как объяснить многочисленные любительские видеозаписи, на которых запечатлены странные гибриды? Животные с человеческими чертами. Неужели все они – результат неудачных попыток скрещивания? Или, быть может, новая популяция гибридов? Вот, например, посмотрите на эти жуткие кадры. На Кубе родился поросёнок, похожий то ли на обезьяну, то ли совсем жуткое, на человеческое дитя. У него один глаз и жёсткая короткая шерсть. И ведь этот случай не единственный. В марте 2017 года в Китае родился поросёнок со странным органом на голове. То ли слоновий хобот, то ли совсем иное. Убедитесь в этом сами. Мать-свинья отказалась кормить жуткую тварь. И странный мутант вскоре умер. А вот другой гибрид – двухголовый поросёнок, у которого четыре глаза и два рыльца. Хозяйка монстра решила сохранить жизнь животному в надежде, что он когда-нибудь даст потомство. Обязательно даст. Ведь эти твари невероятно живучие. А этому гибриду с человеческими чертами, появившемуся в Индии, его уродство не мешает нормально дышать и питаться. Посмотрите, рот неестественно выгнут и напоминает человеческие губы. А небольшой приплюснутый нос тоже больше походит на человеческий, чем на живот. Идёт патология развития. И эта патология развития имеет самые разные формы. Появляются там свиньи с двумя головами, с шестью ногами и так далее, и так далее. Ну, в общем, как правило, они не очень-то и жизнеспособны, но, тем не менее, такие вещи бывают. И вот, может быть, какие-то формы, они действительно похожи там на человека. Так вот, некоторые эксперты всерьёз полагают, все эти мутанты – побочный продукт генных экспериментов. И якобы всем нам скоро придётся отведать этих мутантов. Но чего ждать дальше? Сегодня учёные добавляют этим животным человеческие гены. А завтра эти свиньи станут разумными. Звучит невероятно, если бы не исследование генетиков из Университета Калифорнии, которые доказали – мозг свиней не обделён сложными нейронными связями и может развиваться так же, как человеческий. Ещё совсем недавно появление свиньи с генами муравья или цыплят с генами ящерицы казалось гигантским шагом навстрече безграничному могуществу человека над всем живым. Казалось, впервые в истории главная сказка человечества стала былью. Человек научился искусственно создавать живые существа по собственной прихоти и фантазии. Однако, чем дальше в секретных лабораториях заходят за черту, дозволенную здравым смыслом, тем громче предостережение. К сенсационному выводу пришли учёные, изучавшие последствия изобретения искусственных существ. Согласно их заключению, все эти коровы-мутанты, стёмга, рождённые от гена обезьяны, да чего там скрывать, человеческие уши и почки, выращенные на теле свиньи, изуродуют будущего человека до неузнаваемости. Как бы то ни было, Европу и США уже приучают к мысли о том, что полусвинья-получеловек – это нормально. Вот, например, посмотрите, что уже придумали в Америке. Знакомьтесь, Джейми-свинья. Это не какой-нибудь степашка из детской программы и не пятачок из советского мультфильма. Это жирная, реалистичная, разумная полусвинья-получеловек. Американцам всё это кажется забавно. Здорово. Никогда не говорили с говорящей свиньей? Да. Вы умеете хранить секреты? Да. Правда, официально такие скрещивания разрешили делать исключительно с одной целью, якобы очень благородной, чтобы выращивать в свиньях человеческие органы. По мнению учёных, это позволит решить проблему нехватки донорских органов. Но так ли это на самом деле? Знаете, человеческий организм, он же как пластилин, с ним можно работать по-разному, несмотря какие цели ставить. А наука уже сегодня на таком уровне, когда можно создавать действительно гибриды. Понимаете, были же работы с обезьянами в России, и были работы в Германии, когда пытались оплодотворять женщин с именем обезьяны и получать какие-то. Понимаете, многие вещи ведь ещё и засекречены. А потому многие учёные открыто заявляют, эксперименты с химерами уже проводятся в США. Учёные создают мутантов без отдельных органов, свиней, которые лишены скелета, мышечной ткани и кровеносных сосудов. И всем этим руководит небезызвестный доктор Крейг Вентер, автор самых смелых гипотез в области генетики и создатель первой синтетической клетки. Помните его? Если мы являемся программными машинами, как и все другие биологические виды на этой планете, и если мы сумеем познать, как мы запрограммированы на уровне клетки, как работает наше программное обеспечение, мы сможем выработать механизмы, чтобы создавать желаемое, менять себя. Кстати, синтетическая бактерия Вентера, которую выпустили в Мексиканский залив, чтобы она съела всю нефть, как утверждали сами учёные, мутировала и переключилась на уничтожение живых организмов. До сих пор специалисты не смогли усмирить прожорливого мутанта. Но что, если и в этот раз план учёных даст сбой? Потом мы удивляемся, почему эти клетки крови начинают расти. У нас начинают заболевания крови, в виде ликоза и других там состояний. То есть это потому, что там как раз вот эти вот гены роста растений и животных. Причём рост до монстрообразных состояний, совершенно даже не обусловленных вот именно демографическими потребностями. Куда в итоге идёт побочный продукт жутких экспериментов, а попросту выжившие мутанты? «Не к нам ли на стол?» – спрашивают исследователи. И оказывается, они не так далеки от реальности. Ведь недавно США потряс крупный скандал. Выяснилось, что одна из самых популярных сетей ресторанов быстрого питания использовала для приготовления пищи искусственно созданных химер. Птиц, у которых было шесть бёдер, полностью отсутствовали кости, глаза и клюв. Выявив определённые, так сказать, закономерности в этом процессе, они могут специально определённые дозы препаратов медикаментозных или там, так сказать, особым образом адсорбированных препаратов давать и вызывать эти мутации специальным образом. И возникает такое существо с множеством конечностей. И то, что надо как раз для курицы. Кстати, такие попадают и к нам на стол. Вот, например, видео с производства. Посмотрите. А это другие кадры с частной фермой. Посмотрите, какой мутант. А это, не поверите, козы с генами паука. Только представьте в их молоке шёлк. А теперь посмотрите на это существо. Козлёнок-паук? Совпадение? Или последствия неудачного эксперимента по скрещиванию видов? Лучше вырастить курицу шестью куриными лапками или бёдрами, или индюшку, чем одну долго кормить нормальным зерном. Ну, я лично не видел этих лабораторий и этих шести бёдерных и восьмибёдерных птичек, которые подаются на завтрак, обед или ужин. Но к этому идёт. И поэтому скоро будут выращивать, наверное, одни окорочка, без голов, без кудахтания, без полёта. Учёные рисуют жуткую картину. Живые организмы будут выращиваться в специальных сосудах, без мозга, лишних конечностей и оперения, сразу приспособленные для приготовления к столу. Более того, уже распознать состав мясных изделий, которые мы покупаем, задача непосильная, – уверяют специалисты. Всё потому, что раньше производители учитывали только четыре вкуса – кислый, сладкий, горький, солённый. Однако не так давно выяснилось, что существует и пятый вкус – мозговой. Тот, который проще всего обмануть. На него и делают ставку пищевики. А потому при производстве, например, колбасы, в ход идёт всё – перья, кости, шкуры. И вы всё равно это съедите, потому что приправят всю эту гадость химикатами. Всё это перемалывается в нано-помол. Вот раньше говорили, что в колбасу добавляется бумага. Нет, в неё не добавляется бумага, потому что это слишком дорого. Посмотрите на это видео. Так готовят полуфабрикаты и колбасу. В этих мешках усилители вкуса, консерванты, стабилизаторы, антиокислители, ароматизаторы и генно-модифицированный крахмал. Но удивительное даже не в количестве такой химии, а в основном ингредиенте. Думаете, это кусочки курицы? Как бы не так. При детальном изучении выясняется неожиданное, а курица-то поддельная. Вот он, эластичный искусственный протеин, замаскированный под куриные грудки. Учёные открыто заявляют, они собираются накормить склейкой из консервантов и соевого псевдоцыплёнка весь мир. Вы сильно удивитесь, но доктор Фу Хун Си и исследователи из университета Миссури уже более 10 лет работают над совершенствованием аналога курицы. И пока они работают, мы едим. Результат такой диеты плачевный. Возникают, в принципе, уже генетические мутации, меняется обмен, потому что много указаний на то, что вот эти вот генномодифицированные продукты, они могут действовать на иммунитет, а иммунитет, он тоже участвует в процессе вот как бы утилизации жировой ткани. Поэтому люди становятся невероятных размеров. Новая нация формируется. Нация мутантов. Но вот вопрос, где взять столько сырья для поддельного мяса? А вот где. Посмотрите, это США и видео, снятое очевидцем. Вот еду и смотрю, кукуруза, кукуруза, кукуруза и зелёная, зелёная, зелёная. И вот это я наблюдаю во всех штатах. Я в этом сезоне уже объездил, надо посчитать, наверное, штатов 27-28. То есть, в принципе, даже больше половины Америки. И я могу сказать, вот поверьте мне, что кроме кукурузы и вот этого вот зелёного, я больше ничего не вижу. И я задался вопросом, а что ж это такое, такое ценное, вот это вот зелёное растёт? Это и есть соя. И я даже до гугла, я просто поразмыслил, думаю, что что-то такое ценное, это культура такая. Вот кукуруза генномодифицированная. И вот это зелёное, я думаю, точно соя. Потому что это два продукта генномодифицированные. Кукуруза. С этой статной кукуруза. Одна кукуруза и соя. Больше в Америке не растёт ничего. Как ничего? А как же чудо-растения мутанты? Помидоры, которые не гниют и не портятся. И не успеете вы их поднести ко рту, как они уже проросли новыми побегами. А вы ещё не успели попробовать на вкус чудо-помидоры с генами скорпион? Привет. В этом видео покажу вам несколько помидор, которые у меня были в течение нескольких недель. И вместо того, чтобы гнить, неделю назад из плода стала прорастать рассада. Эти семена стали прорастать из плоти помидора. Эти томаты могут расти без почвы, потому что поедают сами свою плоть. Они необычайно быстро созревают, не портятся и не гниют, чем не чудо пищевой промышленности. Кроме жутких помидоров, в США полно растений мутантов. Вот, например, посмотрите. Посмотрите на это. Кто-нибудь знает, что это такое? Да. Это действительно странно. Понятия не имею, что это такое. Я думаю, что это клен, выведенный искусственно. Больше половины населения земного шара занимается тем, чтобы из нормальных продуктов сделать продукты ненормальные, но красивые внешние, имеющие якобы нормальное содержание питательных веществ и которые якобы не влияют на здоровье человека. Я был на одной из таких ферм в начале 2000-х годов в США. Мне показали дыни или там тыквы величиной с колесо Камаза. Громадные помидоры сотнями рассеянные на одном кусте, которые внешне очень красивые, все одинаковые, но становилось страшно, потому что возникала ассоциация с Чернобылем. Статистика шокирует. Только в Америке от онкологических заболеваний умирает 105 человек на 100 тысяч населения. И неудивительно. Вот посмотрите. Это одно из кукурузных полей США. Если вы купите говядину, которая ест эту больную кукурузу, или свиней, или цыплят, и они будут точно такие же больные. Это реальность. Кстати, вот домашние птицы, которых в течение полугода кормили ГМО кукурузой, выжили не все. Вот попкорн. Вы кормите своих детей этим в кинотеатрах. И мы приносим этот попкорн домой. Хороший попкорн, приготовленный в рапсе. Я имею в виду кокосовое масло. Поэтому я покормил этим своих цыплят. И они перестали класть яйца. Заболели и в итоге умерли. Из-за этого генетически модифицированного попкорна. Вот, посмотрите, это Голди. Это уже не живая курица. Она мертва. Голди мертва. Вы действительно хотите кормить генетически модифицированным попкорном своих детей? А что же происходит с нами? Мало кто знает, что основа практически всех современных продуктов – генно-модифицированный кукурузный крахмал. Он везде. В мясе и соусах. В сладостях и крупах. Чем грозит такая идея? Ученые выдвигают сенсационную гипотезу – добровольной стерилизации. Человечество стремительно сдает свои позиции. Кто мы сегодня? Вершина эволюции или мымирающий вид? Судите сами. Сегодня 15% самых молодых граждан нашей планеты уже не способны иметь детей. Только в России бесплодны 5 миллионов молодых мужчин и 8 миллионов женщин. Но это еще не все. Ежегодно число бесплодных пар увеличивается на 10%. Если ситуация не изменится, то лет через 50 человечество просто исчезнет с лица Земли. Кто или что убивает человечество? Ученые утверждают – наш главный враг – искусственная еда, производимая по технологиям глобальных пищевых корпораций. Мясо, нашпигованное антибиотиками. Молоко, отравленное гормонами. Овощи и фрукты, которые растут только при наличии гербицидов. Надо ли говорить, что сегодня продукты даже первой необходимости смертельно опасны? Исследования российских ученых показали – современная пища давно заменила нам контрацептивы. Навязанная с западом эта модификация, в конце концов, приводит уже и к культурным нарушениям. То есть у нас сейчас нормальная смена пола. Закачивают в него специальные гормоны, и он уже, мальчик, превращается в девочку, а девочка в мальчика. И это считается нормальным. Скоро не понадобятся семьи, потому что будут производить искусственную семенную модифицированную жидкость, которая будет выливаться через пробирки, и родятся какие-то модифицированные дети. Катастрофа экологическая. Катастрофа, которая уже наступила. Вот посмотрите, натуральная, свежая, противозачаточная кукуруза. И это не игра слов. Мало кто знает, что такой сорт еще в 2010 году создал калифорнийский биолог Митч Хайн. Достаточно съесть всего 200 граммов. А это масса обыкновенного початка, и в организме запускается механизм, препятствующий оплодотворению. А если есть этот продукт постоянно, то это неминуемо приведет к бесплодию, уверяют медики. И самое жуткое. Семенами противозачаточной отравы уже засеяно тысячи гектаров земли. Это какая-то больная реальность. Когда вы ищете еду, которая натуральная, но не можете найти, потому что органическое не растет на этой почве. Ищут, но не могут найти, потому что в США под угрозой уголовной ответственности запрещено делиться, продавать и даже обмениваться продуктами, выращенными на своем участке. Невероятно. Но закон также предписывает американским фермерам, что сажать, в каком количестве и как выращивать. Там есть ассоциация, которая в уставе своем прописала запрещение тех методов, которые могут конкурировать с фармакологией. То есть туда попал, например, озон. Озонотерапия в США запрещена. Почему? Потому что озон – это мощное противовирусное средство. А ведь если и грозит кому настоящий голод, конечно, после засушливой Африки, так это американцам. Мало кто знает, что уже сегодня там всерьез встала проблема голода. Людям уже выдают продуктовые талоны. Число американцев, получающих сегодня продовольственную помощь, ставит рекорд за все время наблюдений. Свыше 47 миллионов, то есть чуть более 10% страны. Дети делают себе завтраки, которые едят только на обед. А потому многие не прочь полакомиться даже вот такой котлетой, состав которой лучше не выясни. Метанол в газировке, канцероген в колбасе, септик в молоке, жидкий дым в сухофруктах и, наконец, формальдегид в малосольной селедке. Современная пища напоминает химическую бомбу замедленного действия, которая, впрочем, уже дала о себе знать. В 2016 году ученые обнародовали жуткие данные. Тела людей, похороненные в последние 30 лет, перестали разлагаться. Стали искать причину. Выяснилось шокирующе. Все дело в химии, которая вместе с пищей попадала в организм в течение многих лет. Она-то и стала причиной мумификации. Трупы не разлагаются, потому что действительно идет накопление патогенных веществ, патогенной микрофлоры. И неудивительно. Посмотрите на этот эксперимент. Классно. Настолько блестяще, что я решил, короче, обдать кипяточком. Вот. Что у нас получилось? Ок. Ха-ха-ха-ха. Это же, б***ь, б***ь, б***ь какой-то. Ну, в общем, думаю, что Америку не открыли. Это воск. Но, б***ь, в таком количестве не смываемый. Не сложно представить, сколько воска мы съедаем только за один год. Итог плачевный. Еще при жизни мы изнутри превращаемся в ходячие восковые фигуры. Это полностью химический ингредиент, который у нас в организме не переваривается. Происходит выстилание вот этой вот пленкой, которую мы съедаем с фруктами кишечника. А с некоторых пор мы покупаем не хлеб, а настоящий взрыв-пакет с химикатами. Он или превращается в труху, рассыпаясь прямо в руках, или наоборот, обладает теми же свойствами, что и целулозная губка. Вот, например, посмотрите на это жуткое видео. Вы разлили кетчуп на столешницу? Не волнуйтесь, хлеб все впитает. Ух ты! Это поразительно. Мы готовы к следующему тесту. Вы испачкали ноги, не волнуйтесь, можете носить свои босоножки. Хлеб отмоет любую грязь. Вы, наверное, знаете, как трудно отмыть нержавейку на холодильниках и панелях, но с хлебом Джулиан никаких проблем. Теперь возьмем бумажное полотенце. Ну вот, все чисто и сияет, как новенькое. Думаете, к вам такой хлеб на стол не попадает? И ошибаетесь? Посмотрите на эти любительские кадры. Смотрите, какой у нас вкусный хлеб делают. Главное, полезный. Кстати, не так давно ученые назвали муку одной из самых страшных отрав современности. Мало кто знает, что муку до такого белоснежного цвета отбеливают. Зачем? Потому что обычная мука не хранится годами. Однако есть и побочный эффект такой обработки. Витамины, микроэлементы, клетчатка – все оказывается в отходах. А к нам на стол попадает один крахмал, смешанный с химикатами. И вот недобросовестные производители из Китая и Вьетнама делают капусту из синтетики, потому что это выгоднее, чем выращивать натуральную. Обнаружить подделку крайне сложно, уверяют те, кто уже пробовал ее на вкус. Мои дорогие друзья, посмотрите на эту капусту. Эта капуста не натуральная. Это пластик. Это синтетическая капуста. Я ее подожгу. Убедитесь, она пластиковая. Нормальная капуста так не делает. Она так не тянется. А это Бруклин, США. И тут тоже, оказывается, едят пластик. Вот они, кулинарные колдуны. Я сейчас покажу. Купила капусту. И вот над пламенем, над пламенем ничего. Она не горит. И вот смотрите внимательно, как силикон, парафин, красители и стабилизаторы превращаются в капусту. Приятного аппетита. Фальшивая рисовая лапша, светящаяся синим заревом свинина. Грецкие орехи с цементом, пластиковый рис. Хлеб с картоном. Это далеко не полный список чудо-продуктов, которые уже оказались у нас на столе. Причем вы можете варить суп из курицы, а в итоге съесть бульон из пластика. Как на этих шокирующих кадрах. Будьте осторожнее, покупая любые товары, потому что эта пленка – это смесь пластика и какой-то химии. Куриные ножки, которые не варятся. Только запах химии. Это резина. Посмотрите, это резина. И вот кто-то попытался поджарить пластиковые ножки Боша. Ничего не получилось. Я никогда не видела такого цыпленка. Плюс вы видите вот эти линии. Это точно не курятина. Я не знаю, что они сделали, как это изготовили, но это напоминает пластик с силиконом. Это не курица. Глядя на эти шокирующие кадры, ученые разводят руками и только констатируют печальный факт. В зоне риска оказались дети. Их давно кормят подобными продуктами в школах и в заведениях фастфуда. Проблема налицо. Так только в США около 50% всех школьников страдает ожирением, нарушением концентрации внимания и жуткими проблемами с костной системой. Посмотрите вокруг себя, сколько полных детей. Мы ошибочно связываем подростковую упитанность с тем, что мальчик хорошо кушает. И порой даже радуемся этому, легкомысленно связывая нагуленный жирок со здоровьем. Какое там здоровье? Врачи бьют тревогу, потому что печень современного ребенка сегодня уже немногим отличается от печени взрослого мужчины, употребляющего алкоголь. А ведь мы же еще помним, мы еще не забыли эту остроумную советскую мудрость, которая гласила, здоровый мальчик должен быть худым и с шилом, извините, в попе. А у наших сегодняшних какое там шило, если большинство ходит только от холодильника и до компьютера? Почему-то у наших детей и кости слабые, и мышцы слабые, и склонны к аллергиям, и часто болеют. И это сравнится с чем угодно, только не с питанием. Типа, что питание, вот эти продукты неестественные для человека, никакого вреда ему не наносят. Наносят громадный вред. Невероятно, но во многих зарубежных школах перед началом уроков детям раздают специальные таблетки, чтобы они могли сконцентрироваться, уверяют эксперты. А теперь самое невероятное. Сенсационное расследование западных журналистов обернулось небывалым шоком. Мы привыкли к химической еде, но даже и подумать не могли, что большая часть фруктов, которые мы едим, подделка, умело замаскированная под еду. Химические кабачки легким движением руки превращаются в баклажаны при помощи вот такой обычной промышленной краски. Невероятно, но эти производители овощей не дожидаются их созревания. Они просто опрыскивают их стойкими красителями в цвет спелых. И вот жуткое. Посмотрите, эти овощи уже у кого-то на столе. И надо сказать, краска просто так не уходит. Это краска. Смотрите, как быстро окрашивается вода. Такие продукты очень опасны для организма. Мойте овощи со щеткой, замачивайте в спирте, очищайте от кожуры, делайте что угодно, потому что это все равно не поможет. Такие химикаты ничем не выводятся. Но даже если цвет фруктов натуральный, они все равно вряд ли безопасны. Ведь в них добавляют пестициды для созревания. Окситоцин для увеличения размера. И даже вкалывают подсластители, которые являются сильнейшими аллергенами. А некоторые ушлые производители и вовсе используют жуткий яд. Такую химию, как итиленокси. Его используют при создании хирургических инструментов. Но для кого-то он просто незаменим в качестве ускорителя роста и вызревания. Вот в арбузе какое-то место, оно все как будто больное изнутри гнило. Такое ощущение, что это укол. Камера, конечно, на максимуме. Вот такое вот, как отверстие в арбузе. И он наколотый. То есть нам привезли наколотые арбузы в Челябинск. Но и это еще не самое шокирующее. Многие фрукты и ягоды лопаются, взрываются, шипят, словно внутри химический коктейль. Из чего на самом деле сделаны эти арбузные бомбы? Окей, ребята, вы готовы увидеть бомбу? Это вот взорвался арбуз. Все в ошметках. Стены. Шторы. О, да. Конечно, не забывайте, что и на потолке тоже есть. И вот посмотрите другое видео. Этот арбуз, похоже, вот-вот взорвется. Посмотрим, что внутри этой штуки. О, это так противно. Кажется, тикающей бомбой. О, боже. Никогда не знаешь, что получишь в итоге. Эксперты делают страшный вывод. Натуральной еды практически не осталось. А все потому, что торговать скоропортящимися продуктами попросту невыгодно. Они быстро портятся, теряют товарный вид и, самое главное, не вызывают привыкания. Ведь исследования российских биохимиков показывают, мы все постепенно превращаемся в пищевых зомби. А все потому, что большинство продуктов содержат так называемую глутаминовую кислоту, которая вызывает такое же привыкание, как обычный наркотик. Словно собаки Павлова, мы готовы идти на запах, подчиняясь своим инстинктам. И чем больше мы употребляем пищи, тем еще с большим озверением мы хотим есть. Существуют в прямую наркотические вещества, которые, в общем-то, дешевые, которые распыляют в сети быстрого питания. Ни для кого не секрет, что самая жирная нация в мире американская. Вы не поверите, но толстых там настолько много, что не так давно известная американская сеть кинотеатров потратила 600 миллионов долларов, чтобы расширить сидения в залах. Ведь американцы попросту перестали помещаться в обычных креслах. Смотрите на них. Страшно смотреть в Америке. Они какие-то многие деформированные, потому что еда у них искусственная, соусы искусственные, у них питание все искусственное. Гамбургеры, чизбургеры с непонятными составляющими. И такие бургеры с непонятными составляющими, как видно, пришлись по вкусу вот этому американцу. Этот чудак, которому не хватает ширины экрана, еще тот любитель полакомиться котлетами с кунжутными булочками. Только послушайте, что он говорит. Все напоминает мне каждый день. Быть толстым – это неправильно. Толстым людям должно быть стыдно. И окружающие пытаются заставить меня чувствовать себя отвратительным. У меня были друзья, которые высмеивали меня и называли салом. Они смеялись надо мной и называли жердяем. Но я скажу вам, но я не буду придавать этому значение. И действительно, многие своей полноты не стесняются. А с некоторых пор шоколад и молоко, которое в нем содержится, стали смертельно опасными, говорят эксперты. Потому что там соя, загустители, ароматизаторы и прочая химия. Кстати, вот оно, посмотрите, молоко, которое мы пьем. Попробовали сквасить, и вот что получилось. Какой-то клей. Что вообще не поможет? Показываешь, как вот это? Да. Получился какой-то клей. Как это можно потреблять? Это что такое? Из чего сделано это молоко? Ой, кошмар какой-то. Что это? Клей ПВА под видом молока? Молоко. Клей. Подними, пусть видно будет, как оно тянет. Подними, подними. Да вот так вот. Вот, да. Вот. Это что, называется молоко? Клей. Клейстер какой-то вообще непонятный. Воняет жутко. О, гляньте, гляньте. Сопельки по вашему вкусу. Что именно происходит, когда такая пища попадает к нам в организм? Не так давно решил выяснить доктор Массачусетского университета Брейден Куа. Для этого он поместил в желудок добровольца миниатюрную камеру и затем проследил, что случилось с желудком после того, как участник опыта поужинал лапшой быстрого приготовления. Результат шокировал. Убедитесь в этом сами. Вот это съемка. Химическая лапша даже после нескольких часов легла тяжелым грузом. Желудок не смог ее переработать. И неудивительно. Только посмотрите. Такую лапшу лучше использовать для розжига костра, чем для приготовления обеда. Захотелось забить всю эту гадость водичкой? Не торопитесь травиться. Новейшие данные показывают, что 80% химических соединений, поступающих во внешнюю среду, рано или поздно попадают в водоисточники. При этом ежегодно в мире сбрасывается более 420 кубических километров сточных вод, которые делают непригодными почти одну десятую всех водных запасов Земли. Данные ученых вызывают шок. Повышенная концентрация меди в воде поражает печень и почки. Концентрация никеля поражает кожу, а обилие цинка отравляет саму кровь. Когда вот эти тяжелые металлы, токсины забивают почки, то практически нарушается фильтрация. То есть начинается отечность, начинается повышение артериального давления. И вот посмотрите, это США. Качество воды в Нью-Йорке может вызвать шок. На этой любительской видеозаписи эмигрант в русском районе продает фильтр для воды и в разговоре раскрывает жуткие детали. Только послушайте, что он говорит. Когда последний раз видел червячка в яблоке здесь? Ну, если органик, то иногда так. Да, может быть. Она в магазине не потому, что не нравится, а потому, что у нас все обработано химией, пестициды, гербициды. То есть это все как бы, пока оно собирается в озера, грунтовое, родниковое вода, оно проходит по вот таким вот туннелям. Это называется Delaware Aquaduct. Вот это он выглядит, как ему свыше ста лет. То есть там дождевая вода, крысы, мыши в этих туннелях могут жить и так далее. Вот. А потом, чтобы вода была вот такая вот прозрачная, да, ее обрабатывают химически. Эксперты уверяют, ошибочно думать, что прокипятив эту химию, вы себя обезопасите. Оказывается, при кипячении хлорка частично испаряется, но весь концентрат остальной химии вступает в соединение с другими ядами, и вода становится смертельно опасной. Представьте, что у нас вода в озере не вода, а специально обработанная жидкость, которая по свойствам похожа на H2O, но не H2O. И ты начинаешь ее пить, а человек состоит из воды. И спустя какое-то время в твоем организме же не кровь похожа на кровь, не вода похожа на воду, а какая-то иная жидкая субстанция. Выводы ученых вызывают страх. Пища постепенно превращается в настоящий яд, а мы в участников негласного опыта. Ведь пищевые корпорации и ученые генетики за последние годы добились невероятных результатов. Практически вся еда уже изменена до неузнаваемости. Гены бактерий, вирусов, чужеродных растений и животных были вживлены в кукурузу, соевые бобы, картофель, помидоры, рыбу и домашний скот. Результаты такой катастрофы налицо. А вот последствия всего этого нам только предстоит ощутить. Будут хоть биороботы, которые поглощают какие-то покрашенные под продукты вещества, и спустя какое-то время начнется вымирание, какие-нибудь эпидемии, пандемии начнутся, потому что иммунная система у людей не работает. Вместо них родят новых из клеток. Недалеко осталось в колбах выращивать детей, потому что разрешено создавать искусственное питание, искусственную воду, искусственную кровь. И ждать недолго. Совсем немного осталось до появления на свет нового поколения. Поколение выращенного на клонированном мясе и овощах с животными генами. Каким оно будет? И что, если эти существа совсем не будут напоминать нас с вами? Что несет самую большую угрозу для человечества? Происходили ли в древности ядерные войны? Правда ли, что люди с аномальными способностями потомки древней неизвестной нам расы? И кто населяет великий подземный океан? Об этом наша новая книга «Самые сенсационные материалы». В ней мы собрали все самые последние версии, гипотезы и научные факты, которые дают шанс увидеть наш мир самым неожиданным.